Тётя Тася. Душевные истории жизни. Но своей коровы или козы у нас на тот момент не было. И поэтому бабушка всё время ходила за молоком к одной замечательной женщине, у которой были козы и звали её Таня. Но я её звал всегда ласково, просто Тася. Ну и конечно, разве оставишь меня дома одного, пришлось брать с собой. Но я так понравился этой женщине, что она просто каждый раз меня ждала в гости, как родной человек. И вот однажды, когда в очередной раз мы пришли за молоком, нас ждала такая картина. Это был незабываемый вид. Завтрак у бабушки, где на столе лежали пироги, которые только вот-вот достали из печи и стакан молока. Окошко во двор было приоткрыто. Я был в изумлении. Увидев меня, тётя Тася нежно улыбнулась, пригласив меня к столу. «Присаживайся за стол, сынок. Приятного аппетита». Ну я, конечно, отказывался, мол, да нет, спасибо, что вы, я не голоден. А в ответ «Присаживайся, присаживайся». Ну как тут можно было отказаться? И через считанные минуты я уже уплетал свежие пирожки с парным козьим молоком. И женщины было всё своё. Свой небольшой огород на шесть сотках, кошка, мурлыка и где-то по деревне шатался старый серый пёс. А тем временем, пока я ел, тетя Тася, моей бабушке показывала свои старые советские альбомные фотографии, рассказывая о своей жизни. И у меня эта картина до сих пор перед глазами. Я помню, как сейчас, этот запах пирогов с яйцами и капустой и ароматное козье молоко. И так было всегда, когда мы приходили с бабушкой за молоком. Тётя Тася нас уже ждала с накрытым столом. И всегда была рада нас видеть, каждый раз приветливо улыбаясь. Честно, возраст этой женщины я уже особо не помню, но на вид ей было где-то лет 70. Обыкновенная жизнерадостная деревенская бабуля. С тех пор прошло немало лет, как поётся в песне. И вот однажды, проезжая на велосипеде мимо её дома, меня вдруг окликнула пожилая старушка. Старенькая, маленькая и с клюшкой, в синем платьице. Примерно вид у неё был такой. Рядом с домом росло какое-то пышное огромное дерево, которое было высотой метров 10 и шириной около метра. Оно было старым и зарошим, ветви которого касались крыши дома. И тут бабуля говорит, сынок, помоги мне, пожалуйста, посмотри, кто это там на дереве сидит, большой лохматый. Ну я подумал поначалу, что речь шла про кота, но нет, бабушка, видно, в силу возраста, была уже не в себе. Что меня, конечно, сильно огорчило. Но я всё же узнал в этой женщине черты той, моей любимой тёте Тасси. На её вопрос я, конечно, ответил, сказав, что не вижу никого. Но бабуля продолжала настаивать, что на дереве кто-то сидит. Ну я два раза хлопнул в ладоши и сказал, что тот, кто был на дереве, уже убежал. На что бабушка опять приветливо улыбнулась и сказала, спасибо, сынок. Тут пользуясь случаем, я спросил, тётя Тася, вы помните меня? Я Денис, мы к вам ещё с бабушкой приходили за молоком, а вы меня всё время своими пирожками угощали с парным козьим молоком. На что баба Тася с грустью ответила, не помню, сынок, я уже многих позабыла. Даже порой забываю, где мой дом-то находится. Приходится у людей мне знакомых спрашивать. Да, передо мной стояла уже не та тётя Тася из моего детства, а старый беспомощный человек, которого все бросили. Насколько мне известно, у женщины и родственников той не осталось. Внуки к ней не приезжали, позабыли давно её всё. И тут я подумал про себя, ведь, наверное, и правда, современное поколение вспоминает о своих родителях, бабушках, дедушках, о своих корнях, о доме, где они родились и провели своё детство, лишь когда встаёт вопрос о наследстве. К сожалению, такова наша реальность. А ведь стоит всего лишь приоткрыть тот старый, запылённый семейный альбом и увидеть, что они – это мы. В каких-то 25 лет после института наши бабушки и дедушки, окрылённые открытыми в жизни путями, так же, как и каждый из нас радовались жизни, создавали семью. Как говорится, не забыли главное в жизни правило – построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Да, на их долю выпало тяжёлое время. Война, распад СССР, нестабильность в стране, неизвестность и постоянный вопрос на повестке дня – а наступит ли завтра? И ведь, несмотря на все эти проблемы, они всё прожили и всё простили, но не смогут никогда простить предательство близких им людей – внуков, которые ради того самого наследства готовы жить старушку со света. Выгнать из дома, как лисица, зайку, сдать в дом престарелых и забыть про них навсегда. Но давайте не будем забывать тех, кому мы дороги, тех, кто готов отдать от себя последнее, лишь бы мы были сыты и счастливы. Друзья, откройте семейный альбом, вглядитесь в эти лица, ведь наши бабушки в прошлом – это мы. Задумайтесь, как вы живёте, и лишний раз сто раз подумайте, что сказать любимой бабушке, чтобы ту не обидеть. Ведь они такие ранимые, и их нельзя предавать, ведь предательство обязательно вернётся к вам назад. А завершить свой рассказ я хочу строками, указанными на фотографии выше, которые мне запали сильно в душу. Пролетели годы, быстро что-то. И опять я в зеркало смотрю. Взяв альбом с семейным старым фото, вглядываюсь в молодость свою. Автор этих строк мне неизвестен, взятый из открытых источников, но эти строки – олицетворение нашей жизни. С той последней встречи прошло ещё лет пять. И кто-то мне сказал, что моя любимая тётя Тася умерла в возрасте 97 лет.